подходов к оздоровлению организма. Ну, не секрет то, что за долгое время развития компании было много изменений у нас, как в продуктовом ассортименте, так и, собственно говоря, в позиционировании и в том, как вообще мы строим из этого ассортимента программы. И мы все больше сегодня все активнее идем по почве wellness, уже не просто вторглись и делаем первые шаги, а вполне себе уверенно начинаем чувствовать здесь. И я хочу сказать, что это есть современное видение самый передний край науки, поэтому, друзья, мы как инновационная компания, конечно же, соответствуем самым современным течениям, трендам и так далее. Ну, а начать я бы хотел с небольшого предисловия, собственно говоря, кратенько хотел бы объяснить, в чем разница между генетикой и эпигенетикой. Ну, это важно для понимания, почему мы занимаемся сейчас тем, чем мы занимаемся. Значит, друзья, генетика, ну, все помнят с уроков биологии в школе, это вот что-то связанное, значит, когда с тем, как вот скрещивали мух, скрещивали горох. Ну, вспоминаем, да, законы Менделя, законы наследования, значит, разные признаки по-разному передаются, но так или иначе есть определенные выверенные законы наследования, которые были открыты еще давным-давно, более ста лет назад, но к чему же пришла современная наука? Все это здорово, это все прекрасно, но если мы возьмем геном, то есть совокупность наших генов, да, нашей генетической информации, и сравним его, например, ну, наш, как часто любят приписывать, ближайший родственник шимпанзе, вот геном с человеком и шимпанзе совпадает почти на 99%, хотя очевидно, что разница у нас намного-намного больше, но есть гораздо более сложная проблема, например, геном свиньи, совпадая с человеческим на 98%, а различия вообще внутри человеческой популяции между собой 0,1%. Представим себе, огромного двухметрового высокого чернокожего мужчину из Африки и, например, какого-нибудь невысокого роста аборигена Австралии. Совершенно два разных организма, причем даже сильно различаются между собой и какие-то физиологические особенности, физиологические механизмы. И сложно поверить в том, что это различие, вот такая огромная пропасть, обусловлена всего лишь разницей в одну десятую процента. Есть, ну, если мы дальше пойдем углубляться в эту тему, есть еще такая сложность, как вообще величина генома. Дело в том, что, ну, например, геном у амебы в 200 раз больше человеческого, в 200 раз больше генов. Здесь может возникнуть, ну, вот такая гипотеза, такая логика, что, ну, наверное, человек более сложный организм, значит, у него гены должны упаковываться компактнее, соответственно, и самого этого материала меньше. Ну, вроде логично, да. А если взять, например, какой-нибудь там сорняк или, я не знаю, а, вот, например, дрожжи, хороший пример. У дрожжей в несколько сот раз меньше объем генетической информации. То есть данная логика не работает. Что же делать, да? Как с этим теперь жить? И вот тут мы и подходим к тому понятию, как эпигенетика. Ну, вообще, изначально эпигенезис – это, по сути, описание развития плода. Ну, то есть индивидуальное развитие организма, начиная с материнской утровы. Но если посмотреть более широко, то это вообще, в целом, вся жизнь данного организма со всеми внешними и внутренними факторами, в общем, со всей совокупностью факторов, которые на нее действуют, и заставляют определенным образом развиваться и формироваться определенным признаком. Если это попытаться представить на примере, то вот есть геном – это некая монтажная схема. Есть эпигенетика – это то, как мы с этой монтажной схемой работаем, как мы ее расшифровываем. И если представить себе, ну, вот, как это вообще в реальности выглядит, то эта монтажная схема настолько сложна и зашифрована, что до сих пор мы никак не можем разобраться, действительно, как происходит вот этот самый механизм расшифровки. Да, то есть это не инструкция к сбору мебели из Икеи, где тебе на пальцах объясняют это вот прикрутить сюда, это туда. Нет, это, ну, так скажем, для очень больших, серьезных профессионалов схема, то есть это шифр биологический, и к этому шифру есть определенные, так скажем, сопутствующие механизмы, созданные природой, которые помогают каким-то образом расшифровывать этот геном и создавать, собственно говоря, организм. И вот здесь очень важно понимать, какие факторы и в какой момент воздействуют. Конечно же, когда речь идет про внутриутробное развитие, про первые дни, первые недели, первые месяцы жизни организма, здесь речь идет о, наверное, самом критическом с точки зрения эпигенетики моменте жизни. Ведь здесь, если мы посмотрим на различные исследования, которые проводились на биологических моделях, например, на мышах, из одного и того же потомства мышей взращивали на совершенно разной диете, давали разное питание, и в итоге одни мыши были здоровыми, крепкими, сильными, другие, соответственно, выросли очень больными, у которых даже цвет шерсти отличался, был более тусклый, сама шерсть была более жидкой. В общем, скудное питание в результате привело к очень плачевному результату для данной экспериментальной модели мышей. Если мы обратимся уже не к эксперименту, который сделан человеком, а просто посмотрим на то, что есть в природе, то, что происходит само по себе, без человеческого вмешательства, то мы увидим те же самые вещи. Например, как развиваются муравьи или как развиваются пчелы. Происходит на самом деле примерно то же самое. Все вот эти, можно сказать, единоутробные братья, в данном случае братья-личинки, они получают разное питание. И есть то самое маточное молочко, которое содержит ценные питательные вещества. И вот те особи, которые не рабочие особи, а вот, собственно говоря, более важные иерархические, они получают намного дольше это питание. Там очень много витаминов, очень много фолиевой кислоты. И, кстати, чуть позже скажу, почему важна именно фолиевая кислота. И в конечном итоге это приводит к тому, что данные организмы очень сильно отличаются. То есть разница просто разительная. Хотя, казалось бы, все из тех же самых личинок происходят. Вот, друзья, если подытожить, получается, что, ну вот тоже хороший пример, есть рельеф местности. И вот речка наша, то есть, по сути, наш организм, начинает течь по этому рельефу. И если видит какие-то препятствия, начинает их огибать. И сообразно этому рельефу подстраивается. Так вот, этот самый рельеф местности, это вся совокупность внешних и внутренних факторов. А речка, которая, ну, получается, да, пройдя всю вот эту дистанцию, как она будет выглядеть, как, с какой скоростью она будет течь, то есть, как будет жить наш организм и как он будет выглядеть, будет зависеть непосредственно от этого рельефа местности, то есть, от этих самых факторов. И вот, пожалуй, наверное, один из самых главных факторов – это, конечно же, питание. И вот тут мы заканчиваем наше предисловие и начинаем уже, точнее, возвращаемся к современным трендам и продолжаем говорить про мир wellness, про здоровый образ жизни, ну и все, что с этим связано. Итак, сегодня, наконец-то, большинство людей осознало ценность собственного здоровья. Сегодня заниматься, ну, вести здоровый образ жизни, заниматься своим физическим развитием – это уже не просто дань моде. Это действительно полноценная культура, то есть, это начинает уже происходить осознанно. То есть, люди делают это ради результата, чтобы быть, а не казаться. И, конечно же, все это стимулирует пищевую промышленность, фармацевтическую промышленность для того, чтобы открывать все более эффективные способы как синтеза витаминов, так и создания каких-то более эффективных методов экстракции, питательных веществ и всех тех биологически активных соединений, которые ежедневно нужны нашему организму и которые каким-то образом влияют на вообще наше здоровье, помогают укреплять его. Поэтому сегодня понятие здорового образа жизни и прием биологически активных добавок становятся во многом неразделимы. То есть, для всех сегодня, наконец-то, я сейчас говорю в первую очередь, конечно, про Россию, до нас вот эта культура только-только последние годы доходит и начинает формироваться уже в нечто более осознанное. Понятно, что где-то на Западе, может быть, где подступы к этому начались за много десятилетий до сегодняшнего момента, конечно, там уже немножко другая ситуация. И тем не менее, сегодня для большинства людей на планете прием биодобавок – это абсолютная норма и более того, повседневная необходимость для того, чтобы чувствовать себя всегда в тонусе, восстанавливаться после различных стрессов. А мы знаем, что жизнь современного человека полна стрессов. Если ты живешь в большом городе, ты живешь по правилам этого города. А что такое большой город? Это огромный человеческий трафик, это постоянное огромное количество социальных контактов, это стояние в пробках, это какой-то, не знаю, уровень шума повышенный, недостаток сна, в общем, такие факторы, которые во многом, конечно, изнашивают наш организм, подкачивают его, и это повышает в том числе потребность в тех самых питательных веществах, которые и без этого необходимы нам каждый день. И, конечно же, современный ритм жизни требует уже не просто того, чтобы мы были активными, здоровыми, но и чтобы мы каким-то образом расширяли свои физиологические возможности, чтобы мы могли чуть больше, чем условно нам дозволено. И вот тут мы снова возвращаемся к той самой эпигенетике. Мы возвращаемся вот к той возможности повлиять на собственную физиологию, каким-то образом ее скорректировав, подправив в нужное нам направление, в нужное нам течение. Почему сегодня у нас по-прежнему такая плачевная ситуация со здоровьем? Да, люди осознали ценность здоровья, но наконец-то не прошло и нескольких столетий. Если мы посмотрим, как вообще менялось отношение к питанию, отношение вообще к спорту, к здоровому роду жизни, ведь за последние только, может быть, 20-30 лет в моду вошел фитнес, занятие спортом ради чего? То есть не просто ради спорта, ради спортивных достижений, а ради того, чтобы еще и красиво выглядеть, чтобы иметь подтянутое тело, подтянутую атлетичную фигуру. Не выставочную форму, как на соревнованиях бодибилдеров, нет, просто чтобы быть, что называется, подтянутым. И люди понимают, что вот подтянутое тело – это уже тело, как минимум, человека, который занимается вопросами собственного здоровья, собственного питания. Но проблема в том, что дефицит витаминов, минералов может случаться не только на диете, когда мы хотим сбавить вес, хотим на несколько размеров одежды похудеть, урезаем калорийность и при этом, соответственно, урезаем еще и поток витаминов и минералов. Проблема в том, что даже при, в общем-то, недефицитном питании, при нормальной калорийности пищи уже наблюдается дефицит отдельных микронутриентов. И понятие сезонное витаминоз, как вот раньше нам рассказывали, что, например, летом можно с грядки сорвать и поесть, и вот тебе витамины, и проблем нету, а вот только где-то зимой, к началу весны, когда запасы всего съели, и вот только тогда у нас о витаминоз. На самом деле, все это чушь полнейшая, потому что витамины, минералы нужны каждый день, водорастворимые витамины вообще не накапливаются в организме, они просто для них не созданы природой депо. Если жирорастворимые витамины еще могут откладываться в подкожно-жировой клетчатке, то водорастворимые не имеют такой возможности. И более того, даже несмотря на то, что часть витаминов может депонироваться, витамин А, Е, К, Д, даже несмотря на это, случаев гипервитаминоза, то есть хронического превышения потребления витаминов, их описано всего несколько штук, и это все случаи, которые есть в учебниках. Вот я, когда учился в медицинском университете, я такое видел только в учебниках. Я разговаривал со многими врачами более старшего поколения, со своими другими коллегами, которые сейчас продолжают работать в медицине, но никто не видел случаев гипервитаминоза. Ну реально, это учебник, такого просто в природе очень сложно добиться. Это к вопросу о боязни передозировки витаминами. Так вот, друзья, помимо макронутриентов, то есть белков, жиров и углеводов, которые нужны нам для энергии как строительный материал, нам каждый день нужны микронутриенты. Это все витамины, минералы, омега-ненасыщенные жирные кислоты, без которых невозможно поддержание всех тех физиологических процессов, которые, собственно говоря, и формируют наше здоровье, наше активное молодое состояние. И фолиевая кислота, между прочим, витамин В9 здесь имеет очень важное значение, коль скоро мы сегодня упоминаем такую область современной науки, как эпигенетика. Ведь благодаря фолиевой кислоте происходит такой процесс, как метилирование ДНК. То есть, если упрощенно сказать, эпигенетическое взаимодействие, то есть взаимодействие с той схемой, так, чтобы эту схему как-то расшифровать и на основе нее реализовать какой-то проект, то есть постройку по этой генетической схеме чего-то нужного и хорошего, здесь необходимы повышенные дозы витамина В9, фолиевой кислоты. И вот почему такая большая потребность у беременных в этом витамине. Ведь вот здесь, как я уже сказал, на ранних этапах внутриутробного развития, а затем и первых дней жизни ребенка, очень-очень важно, чтобы вот это эпигенетическое считывание проходило корректно для того, чтобы в дальнейшем организм рос и развивался полноценно и гармонично. То есть какие-то недостатки, недочеты или, допустим, воздействие каких-то агрессивных факторов в этом периоде может затронуть вообще всю оставшуюся жизнь. Это при том, что организм генетически уже сформирован. То есть произошло оплодотворение, вот у тебя готовый набор твоих генов. Все. Нет, не все. Это, грубо говоря, не то, что полдела. Это только, наверное, первый шаг. А впереди еще вся жизнь. И очень много критических этапов, когда за счет вот этого эпигенетического взаимодействия происходит формирование тех или иных признаков. Собственно говоря, когда мы видим трансформацию человека, вот эти прекрасные говорящие фотографии из серии до-после, когда человек худеет на 50 килограммов, ну, то есть вот просто два разных человека. И реально у человека меняется абсолютно все. У него меняется и поведение. Ну, понятно, невозможно глубоко трансформироваться физически без того, чтобы не трансформироваться еще и ментально. В общем, друзья, как мы понимаем, тема микронутриентов, тема эпигенетики, это вот действительно та актуальнейшая сегодня и самая интересная тема, которая и объясняет во многом все те проблемы со здоровьем, которые сегодня существуют. Ведь все больше Всемирная организация здравоохранения говорит об образе жизни. Начинается, друзья, все именно с этого. Поэтому, друзья, когда мы пытаемся уже зрелого человека подлечить, ну, вот каждый год у нас открывается, появляется все большее количество новых лекарственных средств. У человека действительно, если есть какое-то острое состояние, которое действительно по медицинским показаниям требует серьезную медикаментозную терапию, то это лишь краткий промежуток времени, просто чтобы поставить тебя на ноги. Это как костыли. Вот у тебя перелом сросся, после этого ты забрасываешь костыли и ходишь дальше. Ты же не ходишь всю жизнь оставшуюся с костылями, правильно? Так вот, в этой связи мне всегда интересно, когда людей сажают на гипотензивные лекарственные средства, которые понижают артериальное давление. И человек вынужден до конца своей жизни потреблять эти лекарства. То есть его садят на костыли своего рода. Вместо того, чтобы разобраться, откуда есть вообще пошло, почему это давление, почему не хватает кровотока органам, почему организм заставляет сердце сокращаться усиленно, повышать артериальное давление. Ну, в общем, существует на самом деле масса тонких нюансов взаимодействия внутри организма. И, конечно же, все это уходит корнями в образ жизни. Начинается все именно с питания. Не обязательно заниматься спортом вообще. Можно просто, поменяв питание, откорректировав его, уже начать худеть. Причем начать худеть очень разительно. Можно начать видеть изменения, которые будут происходить неделя за неделей, просто когда вы поменяете питание. Что уж говорить, если вы еще подключите к этому активный образ жизни. Но до этого мы отойдем. Какие причины дефицита? Почему у нас сегодня не хватает микронутриентов, даже при, в общем-то, недефицитном по калориям рационе? Причины на самом деле, причины разные, их несколько. Ну, наверное, главная причина – это то, что сегодня мы стали потреблять более энергетически концентрированную пищу. То есть, мы можем сегодня съесть маленький кусочек чего-либо, какой-то снэк, да, перекус. Ну, не знаю, путь шоколадку, или, не знаю, какие-то чипсы. И вот в маленькой пачке чипсов будет находиться 600 килокалорий. Маленькая 50-граммовая, даже 30-граммовая пачка будет содержать такое количество калорий, которые просто можно, ну, если мы питаемся, например, растительной пищей, только за весь день получить, к примеру, если мы говорим про викторианство какое-нибудь. Очевидно, что вот эта пища, более концентрированная по калориям, она более рафинированная. Она очищена от всех вспомогательных веществ, и, к сожалению, в том числе от микронутриентов, витаминов и минералов в такой пище очень-очень мало. Зато очень много жиров. Здесь, еще раз, мало микронутриентов, при этом мало белка, очень много углеводов и много жиров, причем жиров насыщенных. Разница между насыщенными жирами, которые вредны условно, и ненасыщенными, которые полезны, в том, что все жиры, которые при комнатной температуре твердые, то есть сыр, сало и так далее, они являются насыщенными. То есть, чем выше температура плавления, можно сказать, тем менее полезный жир. Растительные жиры, как правило, при комнатной температуре все жидкие. И они, как правило, являются ненасыщенными. Они омега-3 ненасыщенные, омега-6 ненасыщенные, омега-9. Это обозначение, по какой связи. В цепочке у них есть ненасыщенные связи. И вот обладание такими ненасыщенными связями и дает им вот эти положительные для нашего с вами здоровья свойства. Очень важно соблюдать баланс. В идеале это 4 к 1. То есть, омега-6, омега-3 жирам. Но зачастую у нас баланс смещен вообще в сторону не то, что там омега-6 или омега-9, а в целом вообще к супернасыщенным жирам. Омега-3 мы недополучаем. При этом все эти жиры идут на построение нашего организма, на построение мембран клеток. Все наши клеточные стенки состоят из жиров, друзья. И поэтому клетки строятся из условно неправильного стройматериала. Это, конечно же, снижает технические свойства, назовем так. То есть, мы строим дом нашего организма из плохого кирпича. В результате все это ведет к чему? К тому, что клетки между собой плохо взаимодействуют, клетки внутри себя неправильно функционируют. И, конечно, это в целом влияет на все наше состояние здоровья. Еще один важный момент. важная причина современное сельское хозяйство в достижении его привели к тому, что овощи, фрукты, полученные долгими годами на селекционной работе, они практически не содержат витаминов и минералов. Ну, то есть, провели ряд замеров, ряд исследований, и сорта 50-летней давности содержат на 30-40 процентов больше минералов, витаминов. То есть, что, почему так происходит? Что такое селекция? Нам нужно вывести сорт, который будет устойчив к болезням, который будет как можно быстрее вызревать, ну, то есть, чтобы в течение года можно собирать несколько урожаев. и при этом, чтобы сам урожай был больше, чтобы плоды были больше. И вот, что получается. Овощи, фрукты, они начинают очень быстро расти, очень быстро созревать, ну, за счет чего? Они впитывают воду. Но при этом, за короткий промежуток времени, они не успевают вобрать все те питательные вещества, не успевают насытиться микронутриентами. Соответственно, когда мы получаем вот такой идеальный огромный какой-нибудь овощ селекционный, который выглядит очень красиво, просто вот как на выставку сейчас, при этом, к сожалению, практически не содержит нужных нам питательных веществ. А второй момент, как только мы его сорвали, ровно с этого момента в нем начинает постепенно уменьшаться количество микронутриентов. И возвращаясь к матушке России, у нас есть такое прекрасное понятие как овощехранилище. Да, вот в детстве мы с друзьями, я помню, ходили всегда, родители отправляли и сходи в овощехранилище и принеси картошки, морковки. Мы называли это овощегноилище. Да, потому что на самом деле какой запах там стоит, да, и что там, как эти все овощи прорастают, ну, все в памяти есть эти картинки. Вот, поэтому понятно, что пролежав зиму, прохранившись все эти овощи и фрукты, они, конечно же, еще меньше начинают содержать тех питательных веществ, чем было изначально. Поэтому не питайте иллюзией, что если вы будете покупать фрукты, овощи или выращивать у себя на огороде, а потом всю зиму ими питаться, вы будете действительно насыщать полностью всеми теми микронутриентами, которые нужны ежедневно наш организм. Нет, друзья, такого не будет, к сожалению, реальность такова. Ну, и потом постоянно эксплуатация сельскохозяйственных регионов, почв, приводит к тому, что сами почвы становятся бедными по содержанию всех необходимых питательных веществ. В общем, друзья, современный мир все больше подталкивает нас к тому, чтобы мы искали какие-то дополнительные источники необходимых нам микронутриентов. И вот, друзья, мы наконец-то подошли к тому, что предлагает Сибириан Уэллнесс, то, с чего наша компания началась, и то, с чем мы активно продолжаем работать, продолжаем развиваться в этом направлении. Мы гордо называем себя экспертами в Уэллнесс и говорим это, я считаю, абсолютно по праву, потому что у истоков компании были биологически активные добавки, которые были созданы вместе с учеными, со специалистами, и в дальнейшем мы все больше развивали тему поддержки организма, но с вами занимаемся укреплением, оздоровлением организма, мы занимаемся тем, что позволит нам вообще избежать визита к врачу, то есть мы занимаемся гораздо более важным, более серьезным и более масштабным делом, и для того, чтобы заниматься им, конечно же, нужно погружаться в тему wellness, в тему повышения собственной грамотности в этих вопросах, у нас есть современная концепция wellness, то, как мы настраиваем рацион человека, какие предлагаем ему программы, я сейчас сразу оговорюсь, друзья, здесь представлены примерные варианты, в ближайшее время постараемся реализовать это уже в цифровом виде на нашем сайте интернет-магазине, чтобы с этим было удобнее работать, но пока что вот как это может ранжироваться с точки зрения бюджета, ну, понятно, у всех у нас разный доход, и самое главное это разное отношение к собственному здоровью и в той мере того количества наших финансовых средств, которые мы готовы потратить на поддержание собственного здоровья. и есть разные варианты составления рациона и составления соответственно добавок к этому рациону. Вот, пожалуйста, мужские программы, у нас здесь витамины для спортсменов и ультра-омега, причем мы рекомендуем даже может быть не шибко спортивным мужчинам вот такой набор продуктов. Почему? Да потому, что, опять же, возвращаемся к тому, что даже при нормальном, недефицитном состоянии по калориям мы сильно недополучаем микронутриент. В следующих вебинарах мы более подробно смоделируем уже варианты рационов пока что вот обзорно. Ну, здесь вы видите, мы добавляем дополнительно натуральные витамины, добавляем магний в максимальной схеме, точнее, в ультрасхеме. Здесь уже мы видим и средства протекции от возрастных изменений, то есть здесь у нас максимально природные, максимально органические источники витаминов, минералов, плюс еще и антиэйдж схема. и здесь дальше если мы посмотрим женскую схему примерно принцип построения примерно такой же, только если с мужчинами мы добавляли сибирский женщинь и йохимба как источник мужской силы, причем как еще и стимулятор хороший, это при этом еще не только влияет на мужскую потенцию, но еще и действует как антидепрессант натуральный, что тоже очень важно в связи с постоянными стрессами, которые давят на мужчин, мальчиков с самого детства настраивают на то, что нельзя показывать свои эмоции, нельзя плакать, ну понятно это в конечном итоге откуда возникают такие несуродные разные вещи, когда мужчина ухаживает за своим автомобилем лучше, чем за своим организмом, потому что привык с детства к аскетизму, привык к ограничениям, привык к тому, что нужно сдерживать, терпеть, поэтому друзья, терпеть здесь не надо, здесь важно трезво оценивать ситуацию и понимать, что автомобиль можно купить новый, а вот новый организм уже к сожалению не купишь, в случае с женщинами с прекрасными нашими дамами здесь мы конечно добавляем комплекс с натуральными маслами облепихи, бета-каротин, то есть то, что нужно для нашей кожи, а дальше мы это все дело апгрейдим до более крутых, более расширенных схем, куда мы включаем уже и натуральные витамины и нашу премиальную новиночку из линейки Nutrition Beauty Sense, которая позволит вообще нам очень долгое время обойтись без каких-то инструментальных косметологических методов воздействия. Вот очень важный момент, современный тренд косметологии друзья, это отказ от раннего воздействия на кожу различными инъекциями, различными инвазивными методиками, то есть как нужно стараться отодвинуть вот этот момент как можно дольше, постараться как можно дольше естественным образом поддерживать красоту и защищать кожу от появления морщин. Почему? Потому что уколами мы всегда успеем себя уколоть. Давайте отодвинем это как можно на более поздний срок. По сути уколы это те же самые костыли друзья. И понятно, если мы постоянно извне даем то, что организм должен синтезировать самостоятельно, то, что он должен получать из пищи с кровотоком в нашу кожу отправлять, если мы это делаем насильно, мы облегчаем организму задачу и соответственно организм начинает лениться. Ну все очень просто. за ненадобностью эти механизмы начинают потихоньку замедляться, атрофироваться и не использовать. Поэтому, если постоянно делать косметологические уколы, со временем, конечно же, это тоже перестанется работать, и уже не тот будет эффект. Поэтому, как можно дольше нужно заниматься поддержанием красоты изнутри и защитой от возрастных изменений. Уколы всегда сможете успеть сделать. Ну и коль скоро тут вы видели уже новый дизайн нашей линейки Essential, и недавно был вебинар по Essential, друзья, с гордостью представляю новый дизайн, формулы продуктов остались все теми же, но вы посмотрите, как же красочно выглядят наши продукты, насколько они современные. И самое главное, что теперь все это собрано в одном, поменялась бренд-архитектура, теперь монотематичные продукты собраны под одной крышей, под крышей линейкой Essential. Все удобно, удобная навигация, простая, понятная, для всех тех, кто ищет каких-то более конкретных, более простых решений, тех, кто гуглит в интернете какие-то конкретные названия биологически активных веществ, но очень часто на iHerb люди начинают искать какой-то экстракт, например, вот здесь это теперь более просто, более понятно найти. Итак, и вот, друзья, говоря про конкретную поддержку, про адресную поддержку, мы перешли, собственно говоря, к нашему остальному ассортименту. У нас, еще раз подытожу, получается, есть необходимость в ежедневной поддержке витаминами, минералами и омега-3 кислотами, есть разные варианты в зависимости от пола, ну и, понятно, в зависимости от того количества финансов, который клиент готов выделять. и это некий базис, то есть, то, что железно должно быть на каждый день. Но, помимо этого, у нас есть еще и возможность адресно повоздействовать на какие-то отдельные органы и системы, и, опять же, не повоздействовать для того, чтобы, знаете, устроить больницу, да, а гораздо более современный подход, друзья, должен быть. мы должны уходить в плоскость как раз-таки анти-эйдж, в плоскость эпигенетики. То есть, это те самые средства, которые нужны для адресной защиты от возрастных изменений, для того, чтобы все наши органы и системы как можно дольше оставались в молодом активном функциональном состоянии. И вот здесь мы также разбили на разные бюджеты, разные категории поддержки. Начнем мы с нашего любимого детокса. Раньше мы говорили о том, что вот детокс должен быть постоянно для всех. И с этого все начинается, начинается знакомство. Но сегодня, друзья, несмотря на по-прежнему высокую популярность, а может быть еще даже более высокую популярность очищения организма, детокса, мы отделили, сознательно отделили вот этот блок с тем, чтобы у клиента было более легкое касание с продуктом, касание с брендом, чтобы он начал знакомство, может быть, с чего-то более простого и понятного, а затем уже, если он уже дошел до этого, он подключает и детокс. Почему? Да вот по простой какой причине. Очень часто люди используют детокс, как, знаете, вот пришел ты к священнику исповедаться, знаешь, падра, я согрешил, я согрешил так, так, так и вот так. Он тебе говорит, ну, знаешь, помолись, там, пять раз произнеси отчинаж и так далее. Вот примерно такой подход возникает у многих людей в связи с детоксом. То есть люди весь год грешат в плане рациона питания, в плане нездоровых привычек, и вот тут что-то надо почиститься, да, как-то надо маленько организм-то свой очистить. И вот на тебе две недели попейте детокс и будьте счастливы. Ну, друзья, мы понимаем, да, что это ущербный подход, это конечно же даст свой результат, но это даст результат очень ограниченный, человек потом вернется к своему образу жизни, нет, тут нужно заходить глубже, детокс должен становиться более-менее регулярным процессом в течение года, это должно быть несколько курсов, ну и самое главное, что образ жизни, конечно же, тоже нужно менять, для того, чтобы это не было какой-то экстренной попыткой спастись, да, друзья, ну а касаемо продуктов, которые мы используем для детокса, ну здесь все по классике, для тех, кто не первый год в компании, все продукты знакомы, ну а для тех, кто первый раз смотрит, друзья, продукт истоки чистоты зародился, точнее разработка этого продукта началась еще задолго до вообще создания компании нашей. Юрий Петрович Гичев еще в 70-80-е годы занимался такой область науки, как эндоэкология и уже тогда были сформулированы первые принципы, первые подходы к комплексному очищению организма, очищение не только на каком-то поверхностном уровне, ну вот большинство средств для очищения организма, для детокса, которые есть на рынке, ну если мы возьмем весь рынок, то два полюса, с одной стороны это какие-то простенькие биологически активные добавки, которые затрагивают может быть один-два пути очищения, ну действуют как правило либо как простые мочегонные или слабительные средства, на другом конце у нас уже серьезные медикаментозные методы детокса, не надо забывать, что детокс вообще пришел именно из медицины, из условия стационара, можем увидеть множество реклам частных медицинских клиник, где вот предлагают на несколько недель или на несколько дней в условиях стационара провести серьезный детокс. Так вот здесь, друзья, мы имеем золотую середину, которая по эффективности не уступает серьезным лабораторно-медицинским, так скажем, инструментальным методам воздействия, но при этом в простом формате биологически активной добавки. Три уровня детокса, очищение внутриклеточное, очищение межклеточное и антиоксидантная защита. 25 антиоксидантов, которые максимально полно восполняют потребность в этих самых антиоксидантов у наших антиоксидантных защитных систем, которые используют вот эти самые антиоксиданты для своего функционирования, чтобы защищать организм. Есть более простой вариант, это лимфосан в формате порошка, который разводишь и пьешь как коктейль клетчаточный, такой вот киселек. Более простой, но при этом тоже довольно эффективный, многие заменяют им первый прием пищи, завтрак, но тем не менее, друзья, это продукт все-таки более историчный, исторический, то есть сегодня у нас есть гораздо более интересные, более вкусные коктейли с клетчаткой из серии Югоу, ну а для тех, кто любит больше классику или хочет получить более серьезное воздействие в план детокса, пожалуйста, в новом прекрасном дизайне Essential Sorbents, тот же самый наш классический базовый лимфосан. Ну давайте дальше пробежимся, есть разные варианты у нас поддержки тех или иных органов и систем, но начнем мы, конечно же, с умственной работоспособности. заметьте, сейчас я не говорю про профилактику Альцгеймера, не говорю про профилактику каких-то там или, не знаю, воздействия на уже проблемы с памятью, нет, друзья, здесь я в первую очередь говорю про людей среднего возраста, у которых в принципе может не быть каких-то проблем с функционированием нервной системы, но в силу очень интенсивного ритма жизни, повышенных нагрузок, стресса, конечно же, им нужно гораздо большая концентрация внимания, чтобы обрабатывать безумное количество потоков информации, которые окружают нас сегодня со всех сторон, чтобы голова к вечеру не вскипала, друзья, конечно же, нужна дополнительная поддержка. И вот здесь у нас полный ассортимент на самый разный кошелек и есть, конечно же, замечательный универсальный продукт премиум сегмента из линейки Nutrition, NeiroVision, который при этом еще и закрывает потребность в защите зрения, поскольку зрение и мозг вообще вещи неразрывные, зрительная система по сути это часть нашего головного мозга, которая просто вынесена наружу, и поэтому здоровье одного очень сильно завязано на здоровье другого органа. Но конкретно для зрения, конечно же, важно защищать сетчатку от вредного излучения при помощи защитных пигментов лютеина и зиоксантина. Они очень важны и должны каждый день поступать с пищей, потому что они не синтезируются. И вот в максимальной поддержке мы видим более такой, наверное, терапевтический вариант связки не просто синхровитал седьмой, в котором есть лютеин и зиоксантин, но еще и дополнительно сверх этого хорошая доза лютеина и зиоксантина для того, чтобы активно воздействовать на защиту от возрастной маклодистрофии. Очень много вокруг нас сегодня излучающих устройств, то есть не только солнечный свет, но и экраны компьютеров, экраны телефонов. Все это светит очень ярко на наши глаза, на нашу сетчатку, повреждая ее, поэтому нужна, конечно же, дополнительная поддержка. Тема стресса уже, не раз сегодня я ее затрагивал, очень часто бывает сложно заснуть, потому что начинают в голове крутиться мысли, потом бывает сложно проснуться, или наоборот, среди ночи просыпаешься и не можешь потом заснуть, в общем, все это признаки нервного переутомления, и здесь очень важно помогать нашей нервной системе мягко успокаиваться, не обязательно быть мнительным невротиком, или просто слишком эмоционально лоббильным человеком, нет, просто можно имея вполне себе уравновешенный темперамент, но в силу серьезных эмоциональных нагрузок, стрессов, когда мы переживаем все это без эмоций, когда мы терпим, исторически все это выносим, ни один мускул на лице у нас не дрогнул, но вот вечером чувствуем, что невозможно расслабиться, ну никак, или в конце недели, проходит выходные, только-только выходные закончились, начинается рабочая неделя, невозможно войти в тонус, потому что ты только расслабился, а тебе снова нужно входить в тонус, поэтому, друзья, защита от стресса для современного человека, ну, вообще, наверное, одна из самых важнейших тем. Поддержка сердца, друзья, совершенно не обязательно иметь лишний вес и преклонный возраст для того, чтобы задуматься о том, что сердце требует заботы, мы знаем, что сердечно-сосудистые заболевания, во-первых, занимают первое место в мире по количеству вообще смертей, да, это самая самая серьезная проблема человечества, ну и плюс к этому оно молодеет. Все начинается в раннем возрасте, начинается уже где-то в 20-25 лет, в 30-35 уже во многом начинаются серьезные перестройки, человек начинает набирать лишний вес и те самые тот самый ритм жизни, а и самое главное образ жизни, он влияет. Поэтому в поддержке сердца мы внимание уделяем конечно же витаминам группы В, мы уменьшаем уровень гомоцистеина, у всех сразу в голове первая мысль, что сердце это холестерин, друзья, у холестерина вредного, от которого закручиваются сосуды, у него есть еще злой брат-близнец гомоцистеин, который помогает холестерину, все начинается с гомоцистина, гомоцистеин подготавливает почву, разрыхляет стенку сосудов, и уже после этого на нее начинает налипать холестерин, на здоровые сосуды холестерин прилипать не будет, а уровень гомоцистеина, это побочный продукт обмена наших веществ, повышается при курении, избыточном потреблении кофеин, содержащих напитков, при стрессе и так далее, и так далее. То есть, опять же, ритм жизни, образ жизни, питание, все начинается отсюда. Ну, понятно, омега-3 должны быть в рационе, и, конечно же, должна быть клетчатка, которая помогает нам уменьшать уровень холестерина, уровень глюкозы в крае и в целом позволяет нам худеть. Поэтому мы везде вот добавили клетчатку, и не просто абы какую, а, наверное, самую, обладающую самой большой доказательной базой, это бета-глюканы овса. То есть, те, та самая пищевая, пищевые волокна, которые рекомендованы американской организацией ФДА, различными европейскими экспертными ассоциациями, как средство коррекции уровня холестерина. Поддержка иммунитета тоже важная тема, можно как более простым способом, потребляя цинк, в составе которого у нас еще и экстракт хиноции, можно более комплексно, оптимально при помощи иммунобокса. Многие жаловались, что вот вывели синхровитал-5, ну, есть объективно более эффективный продукт, который включает в себя синхровитал-5 и включает в себя цинк, это иммунобокс. Друзья, мне кажется, тут выбор очевиден. Ну и вот, например, софт набор, когда уже все случилось, уже поздно укреплять иммунитет, нужно что-то срочно делать. И вот, пожалуйста, симптоматически можно помочь себе. Ну и мы понимаем, что иммунитет это наше все, это не только защита банально от простуды, это защита в том числе и от более серьезных вещей, таких как злокачественные новообразования и так далее, ведь все это тоже делает наш иммунитет. Иммунитет начинается с кишечника. Большая часть иммунных клеток, порядка 80% сосредоточена в пищеварительном тракте, конкретно в кишечнике, ну почему, потому что это ворота с миром, мы взаимодействуем, сообщаемся с внешним миром через нашу систему пищеварения и понятно, что все те антигены, все те возможные болезнетворные агенты, они поступают к нам по пищеварительной системе и вот там их уже ждут наши таможенники, которые с пристрастием досматривают и уже в случае чего сообщают в более вышестоящей инстанции, что вот здесь у нас какая-то проблемка, давайте-ка вышлите нам наряд. И вот, соответственно, иммунная система начинает реагировать, если что-то не так. Поэтому, друзья, от здоровья кишечника зависит вообще наш иммунитет, а от иммунитета зависит наше долголетие. Ведь чем дольше мы живем, тем выше вероятность появления каких-то мутаций, в том числе и раковых мутаций, то есть новообразование, перерождение злокачественного клеток, когда клетки в какой-то момент выходят из-под контроля и начинают уже войну против организма, становятся сами по себе. Поэтому, друзья, иммунитет и еще раз иммунитет, пищеварение, пребиотики это действительно то, что должно быть периодически в рационе у всех у нас. мутаций, мутаций, мутаций,